Привет! Сегодня тестируем сравнительно недорогой ноутбук Thunder Robot 911RD с Intel Core i5-11260H и NVIDIA GTX 1650 на борту. Для тех, кто не знает, Thunder Robot — это популярный в Китае бренд игровых компьютеров и аксессуаров. Компания была основана в 2014 году как стартап в рамках группы компаний Hire, поэтому на российский рынок Thunder Robot выходит при мощной поддержке материнской компании с соответствующими бонусами, полноценной гарантией, локальным сервисом и поддержкой. Уже неплохо, но это только полдела. Посмотрим, каким получился сам ноут. С точки зрения дизайна машинка приятная. В целом все строго, но есть умеренно яркая голубая подсветка на крышке и пара фальш-радиаторных решеток в задней части корпуса и на лицевой панели. Смотрится одновременно и не скучно, и лаконично. Плюс в копилку стиля добавим балл за покрытие на верхней части крышки и боковых гранях. Краска здесь с вкраплениями чего-то вроде блесток, и все это красиво играет на свету. Собран ноутбук из добротного немаркового пластика и собран крепко. Корпус нигде не прогибается, панели подогнаны друг к другу аккуратно и с минимальными зазорами. Не придраться. Теперь эргономика. Весит лэптоп около 2 килограмм. Это не считая блока питания на 120 ватт, а его толщина с закрытой крышкой укладывается ровно в 2 сантиметра. Хотя тут есть и Ethernet-порт, картридер, два USB Type-A и один Type-C. Все третьего поколения. Плюс HDMI-выход и 3,5-мм гнездо для наушников и гарнитур. Рабочая зона стандартная. Большой тачпад, 10 на 6 сантиметров с независимыми кнопками и полноразмерная клавиатура с NC-раскладкой. Набор горячих клавиш не богат, но имеется. Ими отключается тачпад, активируется авиарежим, регулируется яркость и управляется мультимедиа. Подсветка тоже имеется, правда не RGB, а просто белая. Зато сделана образцово-показательным. Если нужно, ее можно выключить, она в меру яркая и идеально равномерная. В темноте одинаково хорошо читаются и кириллица, и латиница. Ну и шрифты приятные. В шутерах клавиатуру проверили, все в порядке. Во всяком случае, в Quake ограничений на количество одновременных нажатий мы не заметили. Но есть нюанс. Связанная с клавишей Caps Lock, нет световой индикации включения. Вместо нее на экране появляется крупная пиктограмма «замочка», и в некоторых играх это отвлекает. Переходим к железной части и начнем с периферии, в частности с вебки. Она совершенно обычная. 720 пикселей при 30 кадрах в секунду. Не более чем стандартное решение для зум, скайп и тому подобного. Особо рассказывать не о чем, а вот звук — другое дело. Мы попробовали подцепить к 3,5-миллиметровому выходу хай-энд наушники за более чем сотню тысяч, и получилось вкусно. Звучание чистое, плотное и нейтральное, такое, как и должно быть. Однако главная аудиофишка здесь — поддержка софта на химик с целой кучей всего. Тут и компрессор, и объемный звук, и возможность добавить низов, верхов или середины в один клик и полноценный эквалайзер. При всем этом интерфейс не перегружен, и с ним легко разобраться. Стоит ли во все это вникать? Если говорить про игры — да. Звучание блокбастеров вроде Call of Duty приобретает такой приятный жирный характер. А вот музыку, особенно акустическую, все-таки лучше слушать как есть. Уж слишком заметны артефакты такой суровой цифровой обработки. Что касается встроенных динамиков, то они средненькие, достаточно тихие и предназначены скорее для того, чтобы слушать новости фоном, а не чего-то большего. Поговорим о дисплее. Откидывается он на 45 градусов, и одним пальцем открыть его не получится, его держат мощные шарниры. С другой стороны, он не шатается, когда ноутбук лежит на коленях в дороге. Диагональ у экрана 15,6 дюймов с разрешением Full HD и AHVA-матрицей с матовым покрытием. Соответственно, черный цвет здесь близок к настоящему, отсюда и приличный контраст. Заводская калибровка адекватная, однако покрытие палитры sRGB неполное, так что для профессиональной работы с фото или видео 911RD годится с натяжкой. В плане скорости матрицы все в рамках нормы для 60 Гц. Частота по современным меркам невысокая, однако если вспомнить, что под капотом у ноутбука бюджетная GTX 1650, больше просто и не нужно. И раз заговорили о видеокарте, заглянем внутрь и посмотрим на остальные компоненты. Накопитель у ноута скоростной. Линейное чтение и запись доходят до 3,5 и 1,4 гигабайт в секунду соответственно. Но он маленький, всего 250 гигабайт, а это максимум 2-3 увесистых ААА игры. Правда, никто не мешает диск заменить, он съемный. Оперативная память стоит с частотой 3200 МГц, CL таймингом 16, но ее тоже маловато, 8 гигабайт. Правда, в тех же играх этого почти незаметно. На 9 тайтлов, которые мы прогнали, пришелся один фриз. Отдельно о сетевом контроллере. С ним возникли проблемы. С проводным 2,5 гигабит подключением он работал без сюрпризов, но вот радиоканал в пике выдавал не больше 7 мегабит в секунду до тех пор, пока мы не догадались переключить Wi-Fi модуль из режима авто в 802.11 ANAC. Ну и, наконец, главные вещи. Процессоры и система охлаждения. Чип у 911 ARD шестиядерный с 12 потоками. Intel Core i5-11260H. Тепло от него и видеокарты отводят два радиатора и три тепловых трубки. А обдувает все это дело два стоящих впритык вентилятора, которые выгоняют нагретый воздух назад. Температуры очень скромные и никакого троттлинга. Тяжелые стресс-тесты Linpack, Prime95 и Superposition прогревают 11260H и GTX 1650 максимум до 75-77 градусов соответственно. Но это по большей части результат скоростного потребления графики и процессора. Всего 100 Вт по 50 на компонент. Частоты, несмотря на умеренные аппетиты, вполне нормальные. Минимум, до которого упал процессор, колебался в районе 1,7-2 ГГц. Но это в Prime95, чистой синтетике. В визуализаторах типа Blender было уже бодрее. Около 3,4 ГГц. В играх ядра выходили на плато 4,4 ГГц. Ну а видеокарта плюс-минус стабильно держала планку на 1770 МГц. Как все это показало себя в играх? Неплохо. Онлайн-сессионки летают. В Dota 2 и World of Tanks FPS переваливает далеко за 60, чего для 60 Гц монитора с головой. Проекты ААА-класса ноутбук тянет тоже приемлемо, особенно если не гнаться за ультра-настройками. Получается выжать от 40 кадров и больше. Исключение Cyberpunk 2077, в котором прыгнуть выше 34 кадров в секунду не удалось. Немного некомфортно, но в отсутствии фризов все еще играбельно, и для модели ценой в 75 тысяч результат хороший. Напоследок кратко об автономности. Батарея у ноута на 4550 мАч, и насколько ее хватит, мы проверяли бенчмарком в F1 2021 года и работой в Microsoft Office. Итог. 46 минут в игре и порядка 4 часов в деловых приложениях. На этом подытожим. На наш взгляд ноутбук получился. Он недорогой, приятно смотрится, качественно сделан, на нем можно поиграть и он хорошо звучит, если мы говорим о наушниках. Того, что это китаец, можно не бояться. Заказывать откуда-то и ждать не нужно, поскольку 911 ARD продается в M-Video. Плюс есть официальная поддержка в России, а значит никаких неприятностей с драйверами. Плюс если приобрести лэптоп на сайте Hire, вы получаете продленную до двух лет гарантию. Минусы, конечно, тоже есть. Это объем оперативки и дискового пространства. Но проблемы решаемые. Главное тут, есть хорошая база для последующего апгрейда. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрели обзор и до новых встреч на Игромании. Продолжение следует...